И сегодня глобальная борьба Greenpeace против глобального потепления получила новые аргументы в пользу своей деятельности. Земля действительно нагревается или становится теплее. Об этом в своем докладе заявила группа экспертов по изменению климата, созданная в рамках Организации Объединенных Наций. Ученые на 95% уверены, что основной причиной повышения температуры является человеческая деятельность. Есть ли у нашей планеты надежда на спасение от перегрева, выясняла Мария Гордон. 95% ученые такими цифрами не разбрасываются. Спросите любого человека науки, уверен ли он в том, что завтра взойдет Солнце. Он не укажет стопроцентную вероятность. Поэтому цифра, прозвучавшая в Стокгольме, стала сенсацией. В первой части доклада экспертной группы представлена все объемлющая информация о нашем понимании механизмов глобального потепления планеты. В нем отчетливо говорится, что начиная с 50-х годов прошлого столетия, многие из наблюдаемых сегодня изменений в климатической системе носили беспрецедентный характер. Поверхность земного шара последовательно нагревалась на протяжении последних 30 лет по сравнению с аналогичным периодом 19 века. Атмосфера и океанские воды нагрелись, объем осадков в виде снега и льда сократился, глобальный средний уровень моря повысился, а концентрация парниковых выбросов увеличилась. На публикацию доклада отозвался генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Он заявил, что на данные доклада экспертной группы должны обратить внимание все правительства планеты. ООН предлагает значительно сократить парниковые выбросы к 2015 году. К организации объединенных наций примкнули активисты АВААС, которые ведут широкие пиар-компании по всему миру, в частности, по борьбе с глобальным потеплением. Теперь, когда вышел доклад, все дебаты в прессе должны закончиться. Эксперты высказались, если мы не примем срочных мер, это кончится катастрофой. Дебаты в прессе действительно не умолкают. В преддверии публикации этого масштабного доклада, те, кто относится к теории об изменении климата скептически, заявили было о своей победе в этом споре. Они отмечают, что процесс повышения температуры за последние 15 лет замедлился, а угроза изменения климата сильно преувеличена. Однако члены экспертной группы считают, что непродолжительная пауза в процессе потепления – слишком короткий период для объективного отражения долгосрочных тенденций. Ученые предупреждают, что продолжение выбросов парниковых газов приведет к дальнейшему потеплению и необратимым изменениям во всех аспектах климатической системы. Мария Гордон, телекомпания «РТВАЙ». Мария Гордон, телекомпания «РТВАЙ». Мария Гордон, телекомпания «РТВАЙ». Продолжение следует...